Я бы хотела обратиться к генеральному прокурору Украины, к военному прокурору и президенту Украины. Суть обращения такова, что в военной прокуратуре творится совершенный хаос. У нас вчера проходило заседание в Артемовском полиционном суда Донецкой области по обжалованию меры пресечения избранной нашему бойцу в связи с ДТП, которое было 5 января, где погибли 13 наших ребят. Следствие по этому делу велось совершенно не объективно. Версия прокуратуры двигался наш Мерседес. Это версия прокуратуры? Версия прокуратуры. Двигался по главе колонны наш Мерседес. Автобус? Нет. Автомобиль? Да. У которого торчала лапа, приваленная для Зенитнастого. Так. Наш Мерседес двигался по своей полосе. По версии прокуратуры навстречу двигался Красс, якобы тоже по своей полосе. Но тем не менее, лапой нашего Мерседеса зацепили колесо Красса, его сорвало, и этот Красс влетел в наш автобус. А версия наших ребят, те, которые были на месте, они говорили, что этот Красс вывозил боекомплект, что подтверждает прокуратура. Три тонны БК из Дебальцева в Славянск, в темное время суток, без габаритов, без сопровождения. Все видели, что он ехал без габаритов. Да. И этот Красс влетел в наш автобус. Показания этого водителя, что он видел движущуюся колонну, много фар на встрече. Его первоначальные показания, что он ехал на метр двадцать по встречной полосе. Мы были на месте происшествия, замеряли там как раз мост, мы замеряли ширину, там семь с половиной метров ширина. Если он заступает на полтора метра на встречную полосу, вы понимаете, что проехать там просто нереально. Он просто въезжает в колонну, и теперь он не виноват, а виновен наш водитель. Водитель Красса остался жив? Да, водитель Красса остался жив, и он тоже утверждает о незаконном головном преследовании, якобы. Но под стражей сейчас находится наш человек. А ваш человек, он был за рулем Мерседеса? Да, перед ним. Наш боец перед очередным допросом военной прокуратуры в Краматорске попал в Артемовскую центральную районную больницу с диагнозом гипертонический кризис. Военные прокуроры стали возмущаться, что наш боец пытается скрыться от следствия. Меня послали наше командование взять справку из больницы о том, что наш боец находится там на лечении, чтобы ему не предъявляли то, что он пытается скрыться от следствия. Прибыл на место, я там увидела одному из военных прокуроров, который беседовал с врачом. Затем этот прокурор зашел в палату к нашему бойцу Василию Присяжному, бросил к нему педозру. Это было не вручение, это было непонятно что. Шумел там, там находились люди больные с сердцем. Я ему сделала замечание, что он ведет себя совершенно некорректно, что здесь находятся больные люди. А вы присутствовали? Я присутствовали. Я попросила, чтобы он вышел из палаты. Мою просьбу поддержал доктор, который находился в палате. Он сказал, чтобы все вышли из палаты. Мы все вышли. Нашему бойцу в палате проводили, снимали электрокардиограмму, капали какие-то лекарства, но прокурор не успокаивался. Я стояла в дверном проеме, дверь была закрыта. Прокуроров был один? Прокуроров было, насколько я помню, в военной форме два. И якобы по гражданской форме одежды был еще один. Я стояла в дверном проеме, дверь была закрыта. Этот прокурор кричал, что ему нужно срочно зайти в палату, непонятно для чего. Педозру он уже как бы вручил, она уже была у присяжного. Я сказала, что извините, но пока не выйдет врач и не скажет, что процедура окончена и можно зайти, я не могу отойти от двери, давайте подождем, когда мы их начнем. Вчера я была в прокуратуре военной, меня вызывают через часть, воинская часть 37-36, которая находится в Киеве. Я приехала к прокурору в Краматорск, спросила, давайте сегодня проведем допрос, что там в качестве свидетелей. Мне сказали, что нет, все запланировано на четверг, на 11 часов, что мне вручат педозру и сразу состоится какой-то суд. То ли по избранию меры пресечения, то ли еще как бы. Он не упочинял. Я спросила, в чем меня обвиняют. Мне сказали, что часть 2 ст. 342 уголовного управления. Это препятствия органам власти. Я спросила, в чем выразилось мое действие, в чем у нас состав. Мне сообщили, что я якобы толкнула прокурору. Я спросила, чем это подтверждается. Никто в тот момент не проводил никаких видеофиксаций, ничего. Мне сказали, что у них якобы есть 6 свидетелей, которые подписали показания, что я толкала прокурору. Я говорю, у меня есть другие свидетели, которые могут подтвердить, что я не толкала прокурору. Я говорю, что я буду заявлять ходатайство о том, чтобы провести очные ставки с этими лицами, в том числе с этим прокурором. Мне был дан ответ, что мое право заявлять ходатайство, а их право их отклонить. Следовательно, следствие уже ведется к оборудованию. Следовательно, уже всем становится понятно, какое будет принято решение. Поэтому я хочу обратиться к военному прокурору с просьбой взять на контроль это дело. Это первое. Второе. Возбудить уголовное производство в отношении данных прокуроров. Первое. По факту превышения им служебных полномочий, что было в Центральной районной больнице Артемовска, когда они приезжали с их слов за брат бандита присяжного, хотя еще нет решения суда, устанавливающего его юности. И следующее уголовное производство, которое, на мой взгляд, должно быть возбуждено в отношении этих лиц, это дача заведомо ложных показаний и фальсификация уголовного. Первая наша встреча с прокурорами, действительно, когда гражданский, ну в гражданский, когда он сразу сказал, мы его заберем, мы его посадим, он будет сидеть без суда и следствия. Поэтому, ну в любом случае, это предвзятое разбирательство, потому что только одна сторона там выступает, второй виновник происшествия вообще не фигура. Сейчас по нашему делу, так это женщина, там 50 килограмм, толкнула, и он уже скоро будет коллегой. Хотя там даже никто никого не касался, просто стояли в дверях, говорили, что если дают разрешение доктор, тогда, конечно, пусть он забирает и вы все делаете по закону. Но когда доктор говорит, что это опасно для здоровья, они ему все равно, он пытается что-то ему дать в руки, чтобы он прочитал, подписал, он говорит, я ничего не вижу. Самый возмутительный факт это то, что те прокуроры, которых якобы я толкала, они вызывали милицию. Я также вызывала милицию в Артемовскую больницу по факту превышения имени служебных полномочий. По своему вызову я писала работникам милиции объяснение. По их вызову я ничего не давала, никаких показаний. Но мое объяснение чудным образом оказалось в криминальном проваджении по факту их обращения. Мое обращение, оно так и осталось в Артемовском районе деле. Прокуратура его совершенно не рассматривает. Кроме того, если эти работники прокуратуры являются по делу потерпевшими, какое они имели право возбуждать криминальное проваджение? Какое они имели право проводить допросы свидетелей, если они являются потерпевшей стороной? Когда я им задавала эти вопросы, находясь в прокуратуре в Краматорске, они еще ответили, что мы еще и судить вас будем. Ну и я лично знал, не держусь прошлого лета, даже чуть раньше, как человек с обоснованным чувством справедливости, как бы это пафосно не звучало. Человек, который однажды звонит, вчера мы еще видели, сделали, все, я еду в батареон Ключицкого, и через три дня он уже вступил в батареон Ключицкого, еще через два дня уже был в полях, был в посланец, мы ее видели в Подтепальцево, Мироновском, Артемовском. Я не знаю, если такие люди, патриоты, действительно, с чувством справедливости, которые не бросают своих бойцов, своих друзей наедине с системой, такие не нужны, если люди, тогда нечего добавить, куда мы катимся. Должна быть полностью открытая производство, в которой все будут уверены, что действительно будут наказаны виновники. Если это наш человек, значит он должен нести наказание. Но если только одна сторона, то... Вы подозреваете, по действиям, которые сейчас проходят, вы подозреваете, что следствие проходит не совсем корректно? Уборедженное. Защищая какую сторону сейчас? Что делает прокуратурой? Мое, лично мое мнение, поскольку Красный двигался в темное время суток, из зоны боевых действий, в тыл, груженный полностью БК, без машин сопровождения. Значит, они это делали тайно. Причина? Может быть. Не совсем законная. Если вдруг этого водителя КрАЗа привлекут к ответственности за это ДТП, ну, конечно же, он скажет, почему приказом он явился, вывезл БК. И, наверное, это кому-то будет не очень интересно. Это мое. А приказ это не нижего руководства? В принципе, я хотела бы, чтобы все-таки следствие было объективным и по тому делу, и по нашему праву. Вы препятствовали прохождению прокуроров. Почему? Для того, чтобы не выгодить здоровый водитель или по какой-то другой причине? Мы не препятствовали прохождению прокуроров. Я стояла и просила прокурора, пожалуйста, дайте время врачам, медикам сделать медицинские манипуляции, как это требует закон, что медицинские манипуляции в присутствии посторонних лиц не проводятся. Это медицинское тайно, оно храняется с плана. Кроме того, у человека диагноза гипертонический критин, делали декордиограмму, муко-палькологию. Человек получил стресс. Прокурор не успокаивался. Я взывала к его благоразумию. Я говорила, почему вы себя ведете так бесчеловечно? Зачем вы издеваетесь над человеком? Да, я была эмоциональна. Но иначе реагировать на такие вещи просто было невозможно. Но физическую силу прокурора я не применяла. Я адекватный человек. Прокурор находился в тот момент с оружием. Я без оружия. Я прекрасно понимаю, я юрист по образованию, я прекрасно понимаю, что могли бы повлечь те действия, которые мне вменяет сейчас прокуратура. И никогда в жизни на нарушение закона не пошли. Я думаю, секрет наших прокуроров, это то, что им родители купили дипломы, купили должности, но забыли купить совесть, честь и общечеловеческие принципы. Я не хочу останавливаться на этом. Я хочу все-таки, чтобы тех работников прокуратуры, которые нарушили закон, привлекли к ответственности. Я повторяю, это превышение служебных полномочий, то, что они вытворяли в Артемовской центральной районной больнице с присяжным. И это дача заведомо ложных показаний по моему проваджению. И ложное сообщение о преступлении. Если бы меня не было на тот момент в больнице, они бы силой скрутили бы присяжного и увезли бы в суд, где уже было подготовлено судебное решение в стране межпресечения, они приезжали в больницу несколько дней подряд. Они приезжали в больницу на следующий день с ребятами из спецназа, чтобы те силой его вылезли в Краматурск. Ребята из спецназа посмотрели на нашего Василия и сказали работникам прокуратуры, мы на себя эту ответственность не возьмем. Мы видим его состояние, мы боимся, что если он умрет у нас по пути в машине, нам придется за это отвечать. Работники прокуратуры уехали опять-таки ни с чем. Еще через день они приехали в бронежилетах, с автоматами, с подствольниками, в которых были в углу. Опять-таки я у них спросила, ребята, вы приехали в кардиологическое отделение больниц воевать? Я говорю, дубарцы воевали? Хотите, я вас отрезаю на своей жизни? Давайте вместе поедем. Что они ответили? Ты будешь сидеть, дедка.